Из слуги народа во враги народа. Это преисполнился оптимизмом. А как же? Это ведь социальные лифты открыли. Другие же до сих пор всем рассказывают, что пришли новые лица в политику, совершенно не задумываясь над тем, что после государственного переворота в начале 2014 года в политику тоже пришло множество новых лиц. И как? Полегчало? Совсем недавно глава офиса президента Андрей Богдан давал интервью изданию BBC. Импортные журналисты поинтересовались таким кадровым решением и тем, что будет, если кто-то решит выйти из президентской обоймы. Ответ Богдана очень интересен. Часть людей из Фейсбука, часть искали в интернете. Кого-то давали областные штабы. Есть журналисты, которых рекомендовал пресс-центр. Есть люди из офиса БРДО, которых рекомендовал премьер-министр Алексей Гончарук. Есть люди, которые раньше продавали фрукты на базаре, свадебные фотографы. Есть сумасшедшие, психически больные люди. Пока все идут к одной цели, все это одна команда. Если кто-то выйдет, наверное, будут расценивать его как врага. Вся украинская действительность последних лет напоминает гражданскую войну в начале прошлого века. И действующие власти более всего подходят на роль тех большевиков, которые были из-за боем и Троцкого. В итоге большевики смогли построить прекрасную сильную страну, но Украине этого не дано. Нет здесь Сталина, нет даже Ленина. Как сказал мой товарищ Одессит, они напоминают тех красных атаманов, которых советская власть была вынуждена уничтожить, иначе никакого союза не получилось бы. Атаман Григорьев яркий пример. Вроде бы за все хорошее, но его методы вызывали отвращение у нормального человека. И в итоге атаман был убит Алексеем Чебенко, одним из командиров внестара Махно. По какой-то неведомой причине украинская власть и украинствующие берут самое худшее из истории. Возрождать государство они не намерены. Они имеют желание его продавать. Утечки кадров Богдан не допустит, а депутаты сами дали кнут в руки Зеленского. Отмена депутатской неприкосновенности, разрешение на досмотр, прослушку и так далее. Все эти чудесные законы приняты не против Медведчука или Порошенко, так как с такими медийными возможностями этим двум можно почти не опасаться такой мелкой подставы. А вот депутаты и слуги народа должны поберечься. Новый серый кардинал Украины четко дал понять тем, кто думает о выходе или деятельности вне обоймы. Словосочетание враг народа заиграет новыми красками и получит новую жизнь в украинской реальности. Если изначально это был позор, предательство, осуждение, то в украинских реалиях это может стать чуть ли не героизмом. Сергей Лебедев не клохматый специально для Пикинформ. И слуги народа во вранги народа.